Аква-байки Гидроциклы модельного 2006-2007 года Они очень близки по своим техническим характеристикам По мощности, по максимальной скорости И сделать наш выбор Нам помогут профессионалы, гонщики Для которых езда на гидроциклах Это не только отдых, не только удовольствие Но и тяжелая ежедневная работа Вообще, аква-байк, в отличие, скажем, от мотоцикла или снегохода Не может похвастаться вековой и даже полувековой историей Первый вариант его представили канадцы Небезызвестная компания Бомбардье еще в 68-м году Всемирное признание идеи получило в 77-м Когда секретный агент ее величества Бонд Джеймс Бонд На неком плавсредстве, имеющем сходство с гидроциклом Добрался до затерянной в мировом океане Базы злодеев мирового масштаба А чуть раньше Липотская компания Кавасаки Представила вариант стоячего гидроцикла Известного как джетски Почти 800-кубовый 80-сильный Кавасаки новинка рынка Это на сегодняшний день один из самых гармоничных снарядов Если брать соотношение мощности и массы Всего в 159 килограммов управляемость и эргономику Вот только цена в 307 тысяч рублей Делает его тоже одним из лидеров в своем классе В смысле дороже найти трудно Yamaha Superjet 700 более демократично 239 тысяч рублей Правда тут на 80 кубиков и на 7 сил меньше И там и тут двухцилиндровые двухтактные моторы с карбюраторами Впрочем, хватит теоретизировать Смотреть на лежащий на пирсе гидроцикл Все равно, что пялится на дохлую рыбу На воду Вот вы видите, из кормы Yamaha бьет маленький фонтанчик На самом деле никакой принципиальной функциональной нагрузки он не несет Это просто фишка такая, чтобы издалека Всяк, кто лежит на пляже, знал, что это едет Yamaha Хотя специалисты утверждают, что этот самый фонтанчик Очень сильно снижает тягу Примерно на 5 килограмм Поэтому на гонках обычно эту штуку снимают Да, Yamaha Волей-неволей глядя на эту парочку Не можешь отвлечься от субъективного суждения Дело в том, что в отличие от Kawasaki Да, чуть более мощного и, видимо, скоростного, но незнакомого Yamaha сумела уже заработать настоящую харизму Дело в том, что SuperJet это самый востребованный стоячий гидроцикл Среди спортсменов во всем мире И именно Yamaha, естественно, принадлежат наибольшее число побед В самых разнообразных соревнованиях Правда, речь идет о подготовленных машинах, прошедших серьезный тюнинг Итак, первым в бой отправляется Kawasaki 800 Сергею Жирову-младшему еще не доводилось серьезно поездить на этой машине Так что какое-то время уходит на то, чтобы привыкнуть и потренироваться В качестве тестовой трассы мы используем тренировочный стадион Воднолыжного центра имени Юрия Гагарина Который даже в наше сложное время умудряется растить Будущие поколения наших воднолыжников Но сегодня тут не детские страсти Сергей Жиров уже освоился и пошел на контрольные заезды Полукилометровая трасса со 180-градусным разворотом Дается ему все быстрее И вот после пяти хронометрируемых заездов Лучшее время 55 секунд 67 сотых При этом создается ощущение, что спортсмен полностью освоился за рулем Kawasaki И трасса дается ему довольно легко А гидроцикл управляется просто отменно Итак, Сергей Жиров-младший сейчас закончил Закончил заезды на полукилометровой змейке на Kawasaki И сейчас он пересаживается на Yamaha Мы намеренно не будем ему говорить время прохождения дистанции Но мы его знаем Посмотрим сейчас, что покажет Yamaha А потом сравним Yamaha Сергею знакома лучше Один из его боевых гидроциклов построен именно на базе серийного суперджета Правда, на тюнингованных машинах всякие фишки Вроде того же фонтанчика принесены в жертву скорости и маневренности И наверняка на гоночной машине он показал бы здесь фантастический результат Но стандартная Yamaha, даже на глаз видно, идет медленнее Kawasaki При том, что усилий для прохождения дистанции пилот тратит не меньше Итоги пяти контрольных заездов подтверждают эти субъективные ощущения 59,06 секунды На три с небольшим секунды медленнее Kawasaki Однако с лалом лишь первое испытание в нашей программе Во второй части наших испытаний нам поможет вот этот вот приборчик Хорошо знакомый многим автомобилистам Печально знакомый Радар Искра-1, который уже практически не используется Доблестный ДПС Но нам он в самый раз 68 километров в час показывает Yamaha Ну что ж, теперь посмотрим, что показывает Kawasaki 75 километров в час На самом деле это не может не радовать Поскольку выясняется, что компании-производители В своих документах даже несколько занижают реальную максимальную скорость То есть нас не обманывают, а наоборот Как бы перестраховываются Поскольку по паспорту у Yamaha должно было бы быть 65 километров в час А у Kawasaki 71 Ну а чтобы оценить маневренность, легкость в управлении и послушность наших конкурентов Мы попросили молодого, только начинающего профессиональную карьеру Кирилла Глушенко Исполнить ряд простейших фигур фристайла Ведь то же самое наверняка будут пытаться делать и обычные любители, покупающие такие игрушки И тут выясняется, что Kawasaki марка не очень популярная среди исполнителей фристайла Куда послушнее в руках молодого и не очень опытного спортсмена Чем та самая Yamaha, которая так любима профессионалами Но повторимся, там речь идет о доработанных машинах А тут мы имеем стандартный суперджет Как выяснилось, Кириллу при выполнении фигур Было даже не просто переставлять ноги в тесноватом кокпите Впрочем, возможно, это исключительно субъективная оценка А вот сейчас мы услышим от нашего главного тест-пилота Попытку объективного анализа Причем Сергей Жиров категорически отказался отдавать одному из снарядов безоговорочную победу Мотоциклы совершенно разные Один подходит больше для слалома Другой подходит больше для обыкновенного катания Неопределенного, без всякой цели Если человек собирается в последующем заниматься фристайлом То, конечно, ему лучше выбрать для этого Yamaha Если ему больше нравится тренировать слалом Или участие в каких-то любительских соревнованиях Для этого больше подходит Kawasaki По подаводке больше возможностей у Yamaha Больше выпускается запчастей разных, разнообразных Много очень фирм этим занимаются На Kawasaki выпускается гораздо меньше запчастей И очень мало людей в мире использует его для фристайла Если брать участие в соревнованиях То можно из любого мотоцикла, что Yamaha, что Kawasaki Сделать гоночный хороший мотоцикл И показывать на нем очень хорошие результаты А за сим с водной техникой мы не прощаемся Напротив, мы продолжаем осваивать эту стихию И скоро на нашем канале вы сможете увидеть продолжение тестов гидроциклов На сей раз нас ждут так популярные сидячки Которые, как вы увидите, годятся отнюдь не только для курортных прогулок Один мой хороший товарищ, профессиональный спортсмен, между прочим, олимпийский чемпион До сих пор не удоумевает, почему такая серьезная вещь, как большой спорт И такая несерьезная, с его точки зрения, вещь, как туризм Во многих странах мира курируются одним и тем же министерством Однако в автомобильном мире все по-другому Элита дорожной техники называется именно гран-туризму Еще не так давно Мазерати и Феррари бодались, боролись на рынке за этих самых богатеньких туристов Но сегодня Мазерати для Феррари это младшая дочка Или скорее даже падчерица, спасенная просто от голодной смерти Вот и пришлось назвать самое мощное купе в гамме не гран-туризму, а гран-спорт Впрочем, этот почти профессиональный, если исходить из названия снаряд Может оказаться и очень неплохим туристом Во всяком случае, на нем можно добраться туда, где Макар телят не гонял И весьма комфортно Гран-спорт, в отличие от своих куда более дорогих родственников и собратьев по классу В большинстве своем миллионерских игрушек Оказался не в пример утилитарнее Покорила подвеска, безусловно жесткая, но при этом на колдобинах не вылетают пломбы А позвонки не осыпаются в область таза И все же Да прости от нас, дамы, но гран-спорт это мужской вид спорта Руль тяжелый, но литой Но всего лишь два оборота от упора до упора Это действительно большой спорт Замечательно! Ты раз и навсегда выставляешь поворот автомобиль на траекторию и он едет Тебе не нужно суетиться, подруливать, искать, ловить Впрочем, в Мазератте Гран-спорт и так сделано все для того, чтобы ты не суетился Электроника вмешивается совершенно бесцеремонно, но правда в самый последний момент Кстати, еще из гоночной атрибутики центральная метка руля Во времена Мишель Мутон такие наклеивали из кусочков пластыря И коробка комбиокорса, такая же, как на Феррари, с приключением лепестками и автоматическим режимом, как вариант Но самое главное достоинство гран-спорта, с моей точки зрения, состоит в том, что этот автомобиль сделан не в процессе общения маркетологов с головой профессора Довуэля А он создан живыми, даже жизнерадостными, нормальными людьми, может быть даже чуть-чуть порочными И в этом состоит настоящая эксклюзивность этого продукта И поэтому даже откровенные ляпы, которые часто нельзя простить автомобилям, созданным электронным мозгом Здесь воспринимаются, как некий шарм, а эти ляпы есть Чего стоит только обивочка, словно сосвежованных кроссовок И пластиковые дефлекторы, которые никак не вяжутся с ювелирными часами Вы посмотрите, руль, например, от меня смещён чуть-чуть правее А педальный узел, наоборот, смещён влево Таким образом, педаль тормоза оказывается под левой ногой Почему это всё равно? Ведь педаль газа находится на прямой линии, как раз под правой Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!